Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Здравствуйте. У микрофона Шахада Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Рейдерство стало распространенным явлением в Таджикистане. Толчком для появления рейдерства стала приватизация, которая пришла вместе с независимостью. В 90-е годы боевики под дулом автоматов заставляли снижать стоимость объектов и приобретали их по самой низкой цене. С тех пор рейдерские захваты стали обычным делом. Некоторые эксперты называют это явление процессом естественного отбора на экономическом рынке. А по сути это захват бизнеса и нейтрализация конкурентов. Тему продолжит Анушервоний Йодгор из Сагдийской области. Торговцы центрального рынка в Джабур-Расуловском районе Сагдийской области возмущены тем, что их переселяют на рынок Ашров. Предприниматели рынка утверждают, что власти переселяют их без ведома и без согласия. По словам шерифы, для выселения предпринимателей на новый рынок власти использовали все средства. Изначально проводились различные проверки, однако не найдя каких-либо нарушений, предприниматели стали выселять силы против их воли. После того, как построили новый рынок Ашров, у нас начались бесконечные проверки. Почти каждый день приходят то пожарные, то сотрудники из Таджикстандарта и других инстанций. И все для того, чтобы мы сами перешли на только построенный рынок Ашров. Там очень слабая торговля сейчас, и мы должны туда пойти и поднять на надлежащий уровень. Теперь мы тут все суетимся. Если бы нам изначально сказали, что после строительства нового рынка нас переселят туда, то мы бы так не учились. Центральный рынок района является самым старым базаром в Джабур-Расуловском районе и до сегодняшнего дня считался главным местом продажи товаров первой необходимости. В 2013 году построили новый рынок Ашров. С этого времени и начались проблемы. Власти района в 2015 году подписали указ, следуя которому продажа муки, овощей и других продуктов на старом рынке была запрещена. Ашурмат Хаджиматов, один из владельцев центрального рынка Джабур-Расуловского района, считает, что этот указ был специально подготовленным и незаконным. Торговцев рынка стали выселять еще до рассмотрения их жалобы в прокуратуре Санкт-Петербургской области. Указ районной власти незаконный. Мы обратились с жалобой в областную прокуратуру. Там нам сказали, что рассмотрят жалобу. Однако до рассмотрения нашей жалобы была создана группа из представителей местных властей и силовых структур района. Пришли люди и силой выселили торговцев. Всех посадили в машину. У одного торговца, который в тот момент продавал товар, сломали весы. Торговцам на рынке очень сложно уходить с насиженных мест. У них уже свои покупатели, которые годами приходят к ним за товаром. Шерифа-предприниматель центрального рынка говорит, что получила кредит в банке, открыла торговую точку и успешно работает. Поэтому ей очень сложно бросить все и перейти на новый рынок, где неизвестно, что ее может ожидать. Я каждый месяц выплачиваю банковский кредит в размере 1 тысячи самоний. Я должна вовремя покрыть свой кредит. Работая на новом рынке, смогу ли я заработать эту сумму? У меня нет места там. Мне никто не сказал, что нужно покупать место на новом рынке. Эксперты называют данный случай рейдерским захватом. Рейдерство может быть белым, когда деятельность осуществляется в рамках закона. Серое рейдерство – это работа с нарушением гражданско-правовых норм. Для экономики опасны черные рейдеры. Они используют коррумпированных чиновников и занимаются подделкой документов. По мнению правозащитницы Фазинисо Вахидовой, рейдерские захваты в Таджикистане проходят различными путями и в реализации их очень высока роль местных властей. Сегодня один богатый человек может предварительно посоветовавшись с местными властями купить землю, построить здание или рынок. Затем с помощью других органов власти оказать давление на торговцев старого рынка, чтобы те перешли на новый. Хотя старый рынок отвечает всем требованиям и имеет все необходимые документы. Таких примеров очень много. Мы знаем, что ответственность за выделение земельного участка сегодня лежит на председателях районов и городов. Насильное переселение предпринимателей центрального рынка Джабор-Расуловского района на новый рынок Ашроф не является единственным примером рейдерского захвата. В Сагдийской области за последние годы незаконный захват бизнеса наблюдался и раньше, и таких случаев немало. По словам Фазинисо Вахидовы, совместный рынок Таджикистана и Китая «Саумон» в городе Чкаловск также был захвачен группой людей. Здесь была использована сила и инструменты давления. Я лично присутствовала во всех обсуждениях и трениях по поводу рынка Саумон в городе Чкаловск. Все заявления от руководства рынка в экономический суд проходили через меня. Абдуджамул Таджибаев – один из тех, кто создал и финансировал этот рынок. У него есть все необходимые документы, заверенные судом, есть печать. Он директор данного предприятия. Однако из столицы приехали рейдеры без каких-либо документов, без законного основания взяли руководство рынка на себя, и теперь всю выгоду будут получать именно они. Черное рейдерство переступает нормы уголовного законодательства. Такой вид рейдерства сегодня в Таджикистане применяется именно к рынкам как самому доходному источнику. Защитить от черного рейдерства должны в первую очередь правоохранительные и судебные органы, но в силу коррумпированности этих структур помощи ждать не приходится. Поэтому бывшие собственники вынуждены менять род деятельности, либо покидать страну ради своей безопасности и безопасности семьи. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы, или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахада Цейбназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА